Итак, что же это такое салон Бест Авто? Мы вам в прошлом году уже показали, что это такое. Представляете, в центре города шикарное здание, магнитное 111, переезд со стороны казачьей переправы. Представляете, здесь вы в легкую можете купить себе автомобиль, а кое-кто может его и продать. Но давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, сколько же здесь машин, потому как мне же все-таки интересно посмотреть, как я работаю. А многое что изменилось. Конечно, машин здесь и тогда было немало, но сейчас автомобилей предостаточно. И самое главное и для меня. Я тут очень долго выбираю, а значит, качество отменное. Ну и естественно, для тех, кто понимает, что скоро мы пересядем на электромобили, нет необходимости тратить большие денежки. Хотя я вам показал машину, на которую вы денежки в принципе не тратите. Здесь максимальная сумма, и это вот 675, и это Infinity QX56. Вот сына, молодец, как видишь. Камера трясется, потому что сын бегает. Это хорошо, вот теперь еще сломался где-то. Но если вы хотите купить себе машину в рабочем порядке, ценой небольшой, естественно, вот эти машинки-то и здесь сделаны. То есть цена максимум 130 тысяч рублей. Берите, покупайте и ездите дальше. Да правильно. А так и надо ездить на недорогих машинках. Хотя некоторым хочется покататься и на новом. Но прежде чем подумать о новой и очень дорогой иномарке, проще прокатиться на отечественном. Так вот, помните, да, в прошлом моем сюжете мы рассказывали о том, что вы можете сюда прийти, заказать машинку, вам приезут. Вот она, новая машина. Прямо для вас сделанная. Из завода в Тольятти. Lada Priora. Супер автомобиль. И цена-то тоже нормальная. Как и цены на импорт. Но каков это импорт, если он делается в России? Кстати, если не хочется ушатать нулевку, есть и вариант BU. И вот для тех, кто хочет ездить на нормальном автомобиле, потому что я видел машины новые, да, Ford Mondeo новые. Хорошая машина, вопросов нет. Но вот если вы все-таки решили ее где-то поцарапать или еще что-то сделать, то отваливается практически все. Это бытность современного автопрома, понимаете, да. Машины красивые, но сделаны из пластмассы. Если же вы возьмете себе поддержанный вариант Ford Mondeo, небольшой такой, да, вот, с ценой 275 тысяч рублей, то это будет очень прекрасно. Таких машин-то много и для мужиков, и для женщин. Ну, а мы пройдемся туда, где любая девушка будет просто очарована вами. Да потому что вы на Америкосе. Ну и вот любимое моему сердцу американский автопром. Дело в том, что эта машина только для Америки делается, и сюда она поставляется, потому как мы любим то, что сделано в Америке с хорошим объемом двигателя. Кстати, двигатель здесь не такой большой, хотя и 5,6, но лошадей здесь не столько, сколько в 600 Мерседесе, да. Итак, Infiniti QX56. Кто бы мне сказал, что такую машину за 675 тысяч рублей там можно купить, и вот она в наличии. Ну подумайте сами, QX56 за такую весьма небольшую сумму. Но из того, что я увидел, это, кстати, самый недорогой вариант, и цена-то не 3 миллиона, а всего 600 с небольшим. Ну а тот, кто хочет, пожалуйста, и не надо тратить деньги. Вот обратите внимание, что сюда могут привезти и новые машины. Это очень просто. Вы покупаете машину в кредит. Покупаете хорошую машину. Представляете, вот такая машинка в кредит. Она стоит, конечно, там 635, может быть, чуть больше. А затем ее сюда отправляете, да. В результате вы пользуетесь денежками, взятыми в кредит. Представляете, да. Ну, машина здесь стоит других денег. Естественно, не столько, сколько в автомобильном салоне. Всего 510 тысяч рублей. Но общая сумма кредита вам позволяет жить нормально. То есть берете кредит, ставите машину здесь, пользуетесь денежками. Кто-то вашу машину покупает, почему бы и нет. И все, в общем-то, очень даже неплохо. Я, конечно, понимаю, что человек может себе купить машину за 130 тысяч рублей. Это небольшие деньги, можно перезанять, в конце концов. Но если хочется купить нормальную машину, а денег немножко и немножко в кредит не хватает, можно с вами поработать? Да, конечно. Иномарки возрастом до 10 лет кредитуются. А вот смотрите, если, допустим, у человека с кредитной историей какие-то проблемки возникли? Ну, возможно, всякие варианты. Сейчас некоторые банки очень лояльны по отношению к своим клиентам. Так что заявку всегда можно сделать и посмотреть на результат. То есть, если у меня какие-то проблемы возникли, я спокойно беру машину в кредит и делаю это вместе с вами? Да, конечно. Тем более у нас не один банк представлен. И всегда есть возможность подать заявку в другой или в третий банк. Или тоже хороший вариант машины, вообще сделанная для того, кто может ездить на каждый день. Двигатель 1,6, бензиновый. Хотите, поставьте газ, будет вообще халява. То есть, я поставил себе газ, и у меня раньше машина ела 15 литров, а теперь 4 тысячи за сезон. Представляете? Или 15 тысяч за месяц, или 4 тысячи за месяц. Я супер-мега, как ездок становлюсь. Также машина была куплена, но, видать, какие-то проблемы возникли. Человек поставил ее сюда на реализацию, и цена-то всего 395 тысяч рублей. И все это в салоне Бест Авто. И найти его совершенно просто. По казачке в сторону комбината на первом повороте налево. Или направо, если едете в город. Вот то, что мне нужно было, представляете? Мне нужен был автомобиль, в который я смогу до Турции доехать. Если бы вы мне дали сумму 225 тысяч рублей, я бы купил себе Volkswagen Golf в четвертом кузове. Это машина вот такая, представляете? Вот. Но, к сожалению, таких денег нет. Но машина такая есть. Если у вас есть большое желание мне помочь, чтобы перелеты в Турцию не вытаскивали мне такое большое количество денег, то, помните, я вам как-то говорил, на телефон моей супруги, Светланы Тимофеевой, денежки, перешлите, я ее здесь куплю. Так что, господа, имейте совесть. А то я уже два месяца бегал не по тем банкам. И только один мне помог. Ну, а такие машины для меня в Бест Авто. Точнее, для всех. Естественно, для тех, кто любит ездить туда, куда ездить-то и не надо. Лебедка. Это называется воздух оттуда, откуда и не надо. То есть, вот там будет. То есть, вы ее можете затопить вот вплоть до суда. И на этом автомобиле дальше ехать. Представляете? Клево придумано. Вот. Ну, это для тех, кто любит лазить туда, куда и не надо лазить. А тот, кто может за грибочками съездить, да, вот простой вариант. Супер-мега-автомобиль под названием Мега-Нива. Дело в том, что это, конечно, коммерческий проект. И как без титров, и без телефонов. Но разница становится понятна всем. И очень скоро, и чуть позже, уважаемые всеми иномарки появятся и в моей передаче. Ибо без автомобилей автостоп не автостоп. Казачья переправа, улица Магнитная, 111. Салон Бест Авто. Работает до 8 часов. И вот после Нового года я вам объясняю, куда необходимо поехать. Потому как я вижу, сколько машин бьется. И бьются в основном новые машины. Я говорю, ребят, если вы получили права, вам не стоит ездить на новом автомобиле, потому что вы его все равно хлопнете. И вместо того, чтобы хлопать новый дорогой автомобиль, вы можете купить себе недорогую машину. Они здесь есть в большом количестве. Ну, а если вам все-таки необходим автомобиль для перемещения и в преддверии замечательного времени электромобиля, то лучше-то места не найти. Приходите сюда, берете все в копейку и ездите. До того момента, когда мы вам покажем супер-мега-электромобили, в которых мы будем ездить достаточно долгое время. Пока что-нибудь новое.